Довольно необычная у нас переделка Stinger Element Evo. Втулки были на шарах, под трещотку, соответственно клиент захотел все на промах и под кассету. Поставили на 9 скоростей кассету китайскую, привез он вот такой переключатель, тоже китайский. Поставили вот такую системную одну звездочку, цепочку из докатлона дорогущую, тормоза. Я привез под заказ видовские. Короче, очень такой мощный апгрейд велосипеда, у которого даже подсидел стальной. Ну вот, делаем. Вилка ужасная, вилка с стальной дужкой, вся гнется, вся крутится, вся болтается, все остальное сделать. Здесь проблема в чем? Вот эти посадочные крепления, даже наверное видно будет вот так вот сверху, то есть отогнуты наружу. Погнуть их не получается, потому что вилка просто пружинит, вся гнется. Вот сейчас возьму напильником, проточу, немножко изменю, скажем так, посадочное место, чтобы можно было настроить тормоз. То есть, не знаю, очень большие вложения. Грубо говоря, рама алюминиевая, прикольная, сам велосипед такой вот яркий, цветной, оранжевый, классный. Но поменять всю трансмиссию, поменять втулки, поменять систему, поменять тормоза на гидравлику, блин, дорого. Не знаю, целесообразно ли такое вложение. Велосипед, конечно, будет намного легче, чем раньше был, да, потому что мы стальной тройник сняли. Вот у нас лежит стальной тройник, там куча-куча всяких разных переключателей. Вот таких вот пластиковых, семерка здесь была, которая, да, потом внутри через годик начинает себя хрустеть. То есть, все это поменяли, переделали, велосипед, конечно, стал легче и лучше он будет, и накат будет отличный. Но вложений очень много. Может быть, было бы проще, наверное, раму купить, например, отдельно, чем вот новый велосипед модернизировать. Но проблема остается в вилке. То есть, кривая вилка, которая вообще железная, которая через год закиснет, не знаю. То есть, перед тем, как вот какие-то такие вот делать преобразования, лучше, наверное, посоветуйтесь. В любой веломастерской есть ли смысл оставлять вот стальной подсидел и стальную вилку, если вы велосипед делаете полностью на промах. Волшебный напильник, который нам помогает качественно, да, качественно отторцевать посадочное место, чтобы даже на кривой вилке были нормальные зазоры. Все, велосипед готов. Осталось только педальки прикрутить и можно кататься. Продолжение следует...